ребятушки всем пламенный привет вот мы наконец-то в эфире у меня начался дождь ребята я надеюсь нам не помешает потому что вчера был такой ураганище что мне даже интернет перестал работать собирался еще вчера к вам выйти в эфир пожалуйста мне традиционную обраточку по связи сделайте как меня видно как меня слышно надеюсь все в порядке ни одна ползунеса на сегодня не помешает и надеюсь что ураган тоже не прервет нашу беседу в прошлый раз я так увлекся обсуждением любовниц наташи королевой что даже забыл ответить на главный вопрос эфира что собственно вот это вот за цветочек у меня стоит рядом но многие угадали в чате отвечали и написали что это папоротник да то есть это кудрявый кучерявый папоротник который называется одиантом венерин волос в народе его еще называют но я потом в комментариях под предыдущим стримом написал название поэтому все кто хотели я думаю увидели узнали сегодня тоже наметил много всяких тем каждый раз я переживаю что произойдет какая-то фигня вот тут очень странно в грузии в батуми именно когда происходит какой-то сильный ураган может запросто отключиться электричество или пропасть интернет я не очень понимаю какая связь но тем не менее вот то вижу проходит ураган все потом полтора часа нет электричества так что я надеюсь сегодня как-нибудь пронесет ребята значит какие темы я наметил вот давайте основные темы эфира у сегодня любовная драма двух маш из группы две маши видите у нас опять вот эта лесби тема с прошлого эфира продолжается тогда мы любовниц королевы обсудили сегодня у нас продолжается лгбтшная тема с двумя машами тем более что вы меня уже вот мне кажется месяца два или три просите две маши две маши две маши две маши и вот все никак до них не доберусь своими вот этими ручонками наконец-то сегодня мы осуществим вашу просьбу тем более одна из маш зайцева пришла на интервью к юлии меньшовой дочки веры алентова я кстати вчера как раз таки посмотрел еще раз фильм москва слезам не верят с верой алентовой в главной роли что какая вера алентова все-таки приятная была актриса да такая приятная женщина ну и принципе юлия меньшова тоже такая ничего обсудим сегодня поговорим про лободу вы мне написали куда исчезла лобода вот я вижу что да даже в чате мне подписчик пишет куда исчезла лобода чуть давно и не видно не слышно ребят лобода у нас вытопляема вы что ногу губище вот эти видели но с такими губами даже при желании невозможно утонуть то есть ты все время всплывешь эти губы они тебя поднимут и вынесут понимаете поэтому не надо переживать по поводу лободы все не будет прекрасно на непотопляемая как известно у нас вот это вот не тонет да вот эта субстанция не тонет также и лобода по плану у нас также сегодня максакова костомаров бабкина кучера борис корчевников ольга полякова баскова григорий лепс пройдемся мы по псевдопсихологу веронике свинаровой тем более что-то мы забыли как-то про нее вот она про нас помнит понимаете а мы про нее подзабыли ребят поэтому сегодня мы по ней в очередной раз пройдемся ну и пожалуйста поставьте лайк на это видео это очень важно говорят в продвижении ролика ну и другие зрители тоже благодаря вашим лайкам смогут присоединиться к нам на эфиру увидеть этот ролик и скажут вам спасибо ребята и я тоже говорю вам спасибо конечно же за лайки лайки балалайки и самое последнее что хочу сказать что вы можете меня поддержать по ссылкам в описании этого видео там же будет кстати ссылка на мой второй канал на личные темы как только наберем первые 5000 подписчиков проведем стрим на личные темы я обязательно что-нибудь там вам расскажу интересно отвечу на ваши вопросы буду отвечать на ваши вопросы по темам эфира сегодня в сайте и не только по темам на какие другие тоже отвечу ну и на ваши донаты тоже буду отвечать на донатный сайт и на paypal давайте сделаем так в середине эфира я отвечу соответственно на донаты и в конце эфира вот я думаю два раза будет как раз таки нормально так все время мне не прерываться до через каждые пять минут в середине и в конце эфира сделаем вот ну и всех приветствую ребята тем более периодически приходят новые зрители на канал и я всем вам машу традиционно брежневской лапкой сегодня приветствую как постоянных зрителей так и новых ну что давайте начнем с так с такой мягкой темы и потом мы все будем 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 знаете погружаться более жаркие такие живые трепещущие темки группа 2 маша я честно говоря не так давно открыл для себя эту группу как тут она мимо меня все проходило то есть я слышал что есть такая группа но все время как мимо прилетали и потом я решил все-таки послушать мне понравились многие песни но они конечно современные в основном танцевальные электронная музыка фишка какая вот этой группы 2 маши многие зрители подозревали что у них на самом деле отношения что они находятся в любовных отношениях маша шейх и маша зайцева то есть это такая как бы лесбия пара в шоу-бизнесе конечно мы все знали что это пара но зрителям они прямого подтверждения никогда не делали то есть да они там на видео заигрывали друг с другом они друг друга там покусывали целовали обнимали то есть прям скажем не скрывали своих отношений но когда вот их в лоб спрашивали что девочки вот вы пара они как-то сдристывали даст и темы и не 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 подтверждали но опять же в россии сейчас у нас плодится вот это вот гомофобия с подачи путина да поэтому тут не удивительно да еще вот я там семь лет назад призывал лазарева открыться да сейчас я предупреждал говорю то есть надо сделать это сейчас потом будет поздно ребята ведь семь лет прошло и вы все теперь уже поздно пойти ту ту приехали как говорится ну вот официально не подтверждали тем не менее видно видно конечно у них глаза горят когда они друг на друга смотрят они смотрели уж недавно не распались да когда они были пары это было все видно это конечно парадокс нашего времени то есть если в 90-е годы группа тату где две девочки по мальчикам они наоборот придумали что они лесбиянки чтобы в 90-е раскрутиться то тут понимаете вот это вот пара двух девушек они наоборот скрывают уже теперь здесь как изменилось время от такой вот свободы что ты можешь спокойно говорить на эту тему до ситуации когда ты находишься в реальных отношениях девушка с девушкой и ты не уже об этом как бы и не можешь прямо сказать вот дожили понимаете дожили то есть люди гомосексуальной ориентации в россии вынуждены скрывать свою суть тоже теперь это может быть опасно может быть опасно сегодня мы кстати тема лгбт тоже обсудим более подробно мы сегодня про лабаду вспомним она же у нас тоже по девочкам вот тем не менее вот какой аргумент часто у людей которые не хотят принимать очевидно они говорят ну как же так вот у маши зайцевой ребенок есть у маши шейх ребенок есть от суррогатной матери кстати говоря отец неизвестен причем интересное имя вот машейх ребенка зовут девочку мишель у зайцевой дочка александрина да имена такие интересные берут не банальные и вот это александрина у зайцевой соответственно от певца алексея гомона и вот эти люди говорят ну как же у них вот зайцева вообще была замужем за гомоном ну какие же не лесбиянки как они могут быть в отношениях тут я сразу да напоминаю про вот эту тему что а у лазарева который является геем есть ребенок а у галкина а у керкорова слушайте даже у бориса моисеева у александра пескова парадиста есть дети поэтому еще раз напоминаю всем таким людям что наличие детей вот это жон мужей это вообще не показатель ориентации тем не менее зайцева была замужем за алексеем гомоном гомон это победитель проекта народный артист есть кто не помнит вот ну хорошо она называется гомонию говорит тем не менее наш любовь мужчина и женщина исчерпала себя вот интересно что слухи про ориентацию этого алексея гомона они регулярно тоже всплывали другой вопрос что он артист неизвестный поэтому как-то мы его и не обсуждали и я не следила мне вот глубоко было всегда параллельно какая у него ориентация я вообще вот если бы не маша зайцева наверное о нем бы не вспомнил что есть такой артист это вот судьба многих таких победителей этих проектов занимает первое место в шоу голос в каком-нибудь там артисте народные артисты прочие x-factor занимает первое место потом мы их не видим и не слышим где они что они да вот панайотов тоже да ну панайотов еще хоть как-то где-то всплывает иногда но тоже так да такой супер популярности они не получили и вот гомон стал встречаться с машей зайцевой когда им было примерно там по 20 лет ребят то есть понимаете в этом возрасте есть и геи и лесбиянки которые можно сказать под давлением общества да как-то заставляют себя поэкспериментировать да ищут себя то есть гомофобия делает свое дело когда видишь что это не одобряется да ты пытаешься как-то вот и там попробовать и сам попробовать то есть то я таких примеров тоже очень много знаю но опять же да вот вот эта система пугачева галкин и так далее да когда ты понимаешь что один человек в паре гей и лесбиянка второй тоже под большим вопросом то что именно гей с лесбиянками часто кооперируются ну и бисексуалов конечно тоже никто не отменял что уж тут говорить ребятушки мои вот у меня у самого тоже есть знакомые геи которые абсолютно стопроцентные геи но тоже есть того вот у одного там есть мальчик сын у другого есть дочка я не думаю что они к искусственному оплодотворению там где-то прибегали а может я не интересовался я просто знаю что вот они геи у них есть ребенок их родной но они не спят вот с этой с матерью ребенка да то есть это видимо как-то один раз может дала такая акция один раз сделали ребеночка может быть попробовали как ты и вот все на этом вот тоже вот джанна фриске шепелевым тоже большой вопрос потому что про шепелева а про фриске то тем более да то есть фриске в шоу-бизнесе до было известно именно как то что она по девочкам поэтому тут и вопрос тоже к шепелеву а про шепелева вообще вот информация да что там эрнст продвигал эрнст у нас женат но он по мальчикам солет на сто процентов ребят ну понимаете что происходит у нас шоу-бизнесе вот такие вот дела поэтому и ну что тут говорить ребят да шоу-бизнесе все знали что две маши они встречаются у них отношения что интересно чем вот примечательен этот проект помимо того что это пара двух девушек стали они популярны в интернете без всяких продюсеров то есть две девчонки объединились не имея никаких продюсеров и раскрутились через интернет а не через телевизор да то есть никаких вот этих проплаченных эфиров них не было два чисто народная любовь их клипы собирали сотни 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 миллионов там клипы есть которые 300 миллионов набрали просмотров без продюсеров они раскрутились основной хит у них басая на испанском языке также они его исполнили мне понравилось и мама я танцую 200 300 миллионов просмотров ну не очень долго просуществовала группа заявили они о своем распаде и многие стали гадать что же такое произошло обе девушки обе маша ходили к алионе блин давали интервью по очереди можно сказать что маша зайцева была более корректно а вот шейх она более так жестко конечно отзывалась о своей бывшей коллеги обвинила шейх зайцеву в распаде группы тут конечно сразу же влезла катя гордон слушайте ну катя гордон вот ей только дай влезть вот лишь бы где-нибудь по хайпица пропиариться вот где можно понять в бочку залезть какую катя гордона обязательно будет этой затычкой это хайпажорка еще то я вспоминаю катю гордон с ксении собчак если кто слышал этот радиоэфир вот после этого эфира гордон собчак мне все понятно про гордон она тогда еще будучи никем абсолютно но она была жена гордона и ведущей ничего про нее никто не знал не слышал как она зацепилась за собчак она ее и вот и сковырнула и так и ся кстати собчак достойно себя повела на том эфире с гордон а гордон вот ее все ковыряло ковыряло очень неприятный был эфир тем не менее вот она вот после этого эфира собчак прославилась потом она стала юристкой помимо телеведущей пробовала гордон тоже там какие-то песенки петь но как-то они не особо зашли не знаю какой она юрист ребята но личность катя гордон крайне неприятная и конечно когда вот это вот с рельсом в пуху гордон начала отстаивать интересы маши шейх шейх то многие подумали что да видимо скорее всего у шейх как раз таки рельса в пуху да тут как говорится скажи мне кто твой друг я скажу кто ты скажи мне кто твой юрист я тоже скажу кто ты и вот гордон значит опубликовала поста что одной из двух маш ну имею ввиду зайцева машу показалось что она достойна большего ее чаще зовут на интервью она начинает сольную карьеру и предпринимает меры чтобы с автором песен группы второй маши до шейх ее юридически ничего не связывала гордон заявила что шейх обладает ста процентными процентами прав на тексты и 50 процентами прав на музыку но тем не менее дала понять что вот вся заслуга популярности группы две маши она именно на маша шейх то есть она говорит зайцева лишь приходила нам вот напевала готовое все то есть она очень сильно принизила значимость маши зайцевой в этой группе более того то есть она начала прям гордон переходить на личности она говорит зайцева автор катастрофически плохой ее учить петь старье и искать очередного олуха который напишет ей песню то есть и катя гордон это такая узнаете хабалка то есть если ты юрист ты должна как-то фильтровать что ли свой базар да ты юрист и официальное лицо ну как так можно принижать то есть она просто начала оскорблять вторую машу да из этой группы две маши а что еще интересно что согласно договору вот обе солистки не имеют права исполнять песни вне группы понимаете и группа распалась столько работы было сделано и все под большим вопросом то есть как жить дальше теперь напели записали все расстались все ни одна ни другая не имеет права исполнять всплыл алексей гоман бывший муж зайцевой ну конечно же он на стороне маши зайцевой он сказал что именно маша зайцева автор большинства песен в группе не маша шейх но говорит маша зайцева она добрый человек она вроде как по доброте душевной позволила включить машу шейх вот в авторы дескать шейх на самом деле использовала машу зайцеву видите как интересно прям санта барбара какая ну вот у меня честно говоря сложилось такое впечатление несмотря на их вот этот вот лесбийский союз и той маши и другой маши как только началась популярность у маши шейх снесло просто крышу вообще вот все кто с ней общался говорили что она жуткий абьюзер жуткая абьюзерша ужасная эгоистка и в отношениях с машей зайцевой маша шейх вот вела себя именно как королевна да то есть ей должны прислушивать прислушивать шейх такая падишах как шейх вот она как шейх себя и вела в этих отношениях а зайцева она вот робкая была как зайчонок такая понимаете зайцева маша шейх ревновала зайцеву просто вот ко всем понимаете ко всем проявлялась патологическая ревность причем она ревновала ее и к женщинам и к мужчинам то есть я вообще так понял что маша шейх исключительно по девочкам то есть она лесбиянка маша зайцева она и нашим и вашим да наш маша и нашим и вашим вот но тоже я так понял что вроде как она женщин больше предпочитает все-таки зайцева да как-то она и с нателлой крапивины бывшей любовницы лободы была не раз замечена ну и вообще так вот в компании известных лесбиянок москвы она частенько тусуется я так понял что тоже она женщин предпочитает вот тоже до зайцева когда например про бывшего мужа своего гомона вспоминала ушейх вообще там с крышу сорвал начинала начинала истерить хватит говорить про этого гомона алексея все там не хочу что вообще про него вспоминал то есть у какой-то вот неадекват вот так вот ну и конечно раз они были вот такой вот пары когда в работу вмешивается лично вот понимаете и происходит такой конфликт то есть когда вмешиваются эмоции сложно договориться группа распалась и все вот это дерьмо полезло из всех щелей начали они выкладывать свои личные переписки кто раньше кто больше написал песен нет вот я маша написала а значит больше песен нет вот все таки и вот эта маша написала больше песен начали мериться у кого больше у кого длиннее тексты песен кто кому чё отвечал в не отвечал в ватсапе в общем какой-то кошмар ребята вот этот вот понесся понесся какой-то кошмар а кстати познакомились они вот эти две маши в гей-клубе что тоже видите примечательно маша шейх вела тогда тематические лесби вечеринки то есть она читала рэп и начали они они встречаться еще до возникновения этой группы две маши вот есть такая версия на самом деле когда начали портится их отношения что якобы шейх предлагала зайцевой съехаться жить вместе но зайцева посчитала что это будет перебор тем более когда их группа раскрутилась они стали так популярны такое стало пристальное к нему внимание она сказала что вроде маш ну давай не будем плодить слухи да все таки такое отношение к лгбт сейчас у нас принимается закон против лгбт давай все таки съезжаться не будем жить вместе и и жили они отдельно ну и конечно логично что живя отдельно у маши шейх появилась больше соблазна такая немножко кстати пацанка такая да пацанка то есть в него больше даже каких-то мужских качеств проявлялась зайцева она более такая более женственная более такая девочка шейх ну они обе женственные да но шейх она вот больше чуть-чуть чуть-чуть так мальчиковатость уходит слегка вот и вот конечно жили они отдельно шейх начала знакомиться с другими девочками склеила на певицу некую его власову я вообще не знаю чуть за певица но какая-то видимо начинающая и начала она ее продюсировать продюсировать у нас теперь так называется кто кого в шоу-бизнесе продюсирует и вот тут уже зайцева начала тоже проявлять ревность усилились конечно же профессиональные ссоры разумеется ребята и учащались все эти конфликты на фоне ревности шейх закрутил роман с этой власовой который кстати замужем вот видите то замужем это это жената это с ребенком это все и не отменяется равно все вот эти вот однополые связи и роман вот так вот ребят как интересно да как интересно все это ну и в итоге да зайцева шейх решили расстаться тем не менее они продолжили работу в группе 2 марша в 2 марша целый год они держались но опять же да очень сложно сотрудничать очень сложно работать когда конфликты не прекращаются невозможно действительно как я сказал зайцева все чаще тоже появлялась компании других известных лесбиянок москвы с любовницей лободы нателлы крапивины она тусила в клубах зажигала лобода говорят тоже что-то как-то начала напрягаться ну там уже лобода потом слетела с отношения с крапивиной мы тоже как-то обсуждали в эфире интересно что вот да те девочки которые встречались шейх или дружили они говорят что сложно с ним житься во первых у нее проблемы с сердцем кстати возможно вот когда человек болеет у него какие то есть проблемы со здоровьем это тоже вот так отражается на и поведение и на каких-то конфликтах срывы вот эти все эмоции а у маши их проблемы с сердцем и многие дачу то переставали с ней общаться причем вы знаете как интересно шейх переставали общаться и переходили ее бывшие подруги в круг зайцевой то есть все постепенно перетекали от шейх к зайцевой от шейх к зайцевой это конечно очень интересно и вот ребят совсем недавно собственно повод какой да нам очередной раз обсудить эту группу пришла маша зайцева к юлии меньшовой на интервьюшку x ведущая программы я сама ну это вообще ребят помощь зарождение чуть ли не зарождение феминистского движения на российском тв программа я сама помните тоже это мария арбатова приходила феминистка но прикольная была программа какие-то выпуски даже по на ютубе сейчас доступно не в очень хорошем качестве что-то когда-то был то в 90-е годы запомни в середине 90-х что ли и у час юлия меньшова завела свой youtube канал тоже она берет там интервьюшки пригласила на зайцеву но зайцева выглядит великолепно ребят я посмотрел вот ей 40 лет выглядит она на тридцатник то есть она за 10 лет практически не изменилась великолепно выглядеть ребят очень хорошо приятная девушка мне она очень нравится я вообще хотел вот иметь такую подругу да очень хорошее впечатление от нее ну меньшова юля была такая в образе гуру психолога со стажем а вот и зайцева значит и сказала грит знаете как пара грит пытается сохранить семью ради детей так горит и я пыталась сохранить отношения ради нашего ребенка группы 2 маша дала она понять опять же что шейх абьюзерша и сказала что я их впала в депрессию пусть и диагностировали клиническую депрессию меньшова у нее спросила а что конкретно вот маш скажешь скажи конкретно что вторая маша делала не так и зайцева отказалась говорить она горит на у нее ребенок я вроде как не хочу и навредить но тем не менее отметил грит что с такой жестокостью как от маша шейх я не не с кем не сталкивалась такой жестокостью несмотря на мою заботу нас мы на мою любовь грит мои родители ее любили она считалась членом нашей семьи то есть очередной раз она дала понять что они были парой двух девушек это была пара они были в отношениях ребята эти две маши и вот этот переломный момент был такой когда шейх получила травму попала в больницу перестала отвечать на мои сообщения звонки читала мои мои сообщения в ватсапе просто не отвечала окружение шейх притихло взяли почему-то вот эту зайцеву в игнор вот тут тоже понимаете как-то странно но неужели вот просто так все взяли ее в игнор вот у меня ощущение что маша зайцева что-то все-таки не договаривает ребята что то она не договаривает что конкретно я не знаю не может быть такого что на пустом месте все пили все перестали с ней общаться и все окружение шейх перестала с ней общаться и сама маша шейх ну что-то наверняка же было но она не говорит но агарте я не знаю почему я не понимаю что случилось все притихли говорит у меня было ощущение как будто она кайфовала от того что делала мне плохо то есть она грит сосала из меня энергию было стыдно горит мне признаться что у меня депрессия но тут вот знаете кстати многие почему-то не воспринимают депрессию как серьезное заболевание мне мне же тоже диагностировали депрессию мне правда не помогли никакие антидепрессанты не единственное что помогло это вот уход на youtube и отъезд из россии да вот это помогло это меня простимулировал я вышла с депрессиями никакие антидепрессанты никакие психологи не психиатры ничего не помогли но я уже об этом говорил возможно я отдельно сделаю какое-то видео на эту тему тем не менее некоторые люди относятся вот так депрессии что дескать вот эти делать нечего у тебя скучная жизнь и вот депрессия это конечно неправильно абсолютно так относиться это серьезное заболевание ребята даже и люди могут просто в окно потом выйти и все и потом говорят ой ну надо же а мы не а мы думали она дурью мучается вот так вот она говорит не понимала что со мной происходит просто говорит вот лежу не могу встать вот у меня тоже самое такое было то есть нет вкуса жизни ты как будто ничего не чувствуешь даже ты кого-то встречаешь кто-то там улыбается смеется ты вроде как улыбаешься в ответ а ты не чувствуешь как бы радости все происходит на автомате ты как будто как в тумане в каком-то находишься ты не понимаешь зачем ты живешь ты не чувствуешь смысла жизни все кажется таким бессмысленным вот тут я машу зайцеву могу понять да то есть те чувства которые она испытала то что я все тоже испытывал в общем в общем короче говоря я сделал вывод что то шейх все-таки испортила популярность наступила звездная болезнь но не все опять же так просто что-то зайцева там не сказал ребят меня поразило знаете какой момент окей были вы в отношениях две маши спали вы друг с другом были вы влюблены вас такой шикарный творческий союз такая прекрасная группа две маши и вот какой срач сейчас происходит когда вы расстались вот показательный момент смотрите зайцева начала писать новые песни записывать начала новые клипы она перестала петь песни группы две маши хотя по идее она имеет право это делать ну говорит тут как я решил сделать перерыв тем не менее пригласили ее на благотворительный вечер эту зайцеву и она спела одну песню группы две маши басая и тут же получила письмо претензию от юриста маша шейх а заплатика 5 миллионов штрафу что ты значит не согласовала и вот тут зайцев говорит меня осенило я понимаю поняла какого фига я должна отказываться от песен в которой я вложила душу и которые сама написала ну то есть ребят понимаете тот яркий случай когда из-за личной ссоры страдает творчество и распадается отличная группа это это очень печально потому что группа действительно классная и эти без продюсера вот так две девочки в стрессе в гей-клубе были бы полюбили друг другу создали столько песен стали популярными и все пойти коту под хвост и плохо что люди не ценят то хорошее что было между ними это очень обидно очень обидно а что вот вы мне интересно пишите ребята я кстати хочу напомнить пожалуйста у нас сейчас около тысячи человек в эфире поставьте лайки чтобы другие зрители узнали о том что мы сейчас находимся в эфире ну и вообще для ютуба это важно для продвижения ролика да поэтому ребятки ставьте лайки балалайки я вам буду весьма признательно также вы можете поддержать меня по ссылкам в описании этого ролика прислать донат и вот я в чате тоже продублирую эти ссылки чтобы не искать вот пожалуйста в чате тоже можете я в середине эфира прочитаю ваши донат в середине и в конце а сейчас хочу посмотреть пишите ли вы мне что-то по поводу обсуждаемой темы вот владимир написал какой одиантом красивый почти как ведущий спасибо владимир да одиантом ведь какой у меня пушистый классный почему видите низ сначала вот стал зеленым сначала выросли вот эти вот все листки которые снизу они стали зелеными сначала они были вот тоже такими светлыми и когда они все позеленели начал расти второй ряд вот этих вот листков которые более светлые и вот скоро они тоже должны стать зелененькими какими прикольный цветок мне очень нравится единственный есть такой знаете момент интересный я когда не знал эту особенность я испугался вдруг неожиданно все вот эти листья как-то засохли все полностью засохли и вот опали и все я думаю все цветок что ли сдох потом я понял оказывается что у него такой цикл то есть он растет распухает все это расцветает потом полностью засыхает ты обрезаешь все всю эту сушь и ждешь по чуть-чуть так поливаешь и потом дней через 10 через 15 опять начинаются новые ростки и опять она становится все пушистым представить какой интересный цветок но поливать надо часто хотя бы раз в три дня потому что это папоротник а еще он любит чтобы вы опрыскивали и вот тогда он расцветает вот таким вот классным и на солнце на яркой очень сильно не надо ставить что может обгореть вас одиантом да венерин волос кстати в грузии он тоже называется венерин волос так же как и в россии татьяна пишет скоро 200 тысяч подписчиков у алексом да уже почти приблизились к этой цифре ребят спасибо за вашу поддержку так по поводу двух маш у меня что-то пишите или нет я смотрю вот тут обсуждаете какие-то свои темы друг с другом общаетесь это все прекрасно и замечательно вот enjoy пишет две маши все-таки были круты вместе вместе круты но понимаешь на мой взгляд все-таки основа группа была маша зайцева ну это ее голос был кстати интересно что маша зайцева она же солистка группы ассорти ассорти группа ассорти была такая очень кстати хорошая группа альтернатива spice girls такой да российский вариант голосистые симпатичные девочки были вот и смотришь то вот эта группа ассорти сколько она там была 15 или 20 лет назад как выглядела там зайцева и как сейчас вообще человек внешне не изменился за 15 20 лет просто удивительно да начала нас народного артиста да вот там она как раз таки с гомоном с алексеем и познакомилась недавно дзюба снова одзюбился да ну сколько уже можно дзюба обсуждать ребят совершенно человек не интересен только вот эти видео его обсуждать ну что надоел ребят надоел вот не марина пишет заметили как зайцева говорила про ребенка шейх может быть такое что яйцеклетку для ребенка шейх дала зайцева а то выносила лесбий пары так делают да когда она вспоминала про ребенка маша шейх она начала плакать в этом в эфире что дескать ей не удается сейчас пообщаться с этим ребенком и вот это то что ты сейчас написала не марина интересная как раз таки тема что возможно яйцеклетка до зайцевый очень интересная тема спасибо тебе за твое сообщение так депрессия страшная штука да да мне горжач пишет если шейх психопатша то зайцева зайцева не обязательно было ни в чем провиниться классика абьюза шейх настроил окружение против зайцева ну да ну да к сожалению ну возможно что то еще всплывет какая-то информация постепенно мы узнаем что-то новое в этой всей истории потому что что-то там понимаете не совсем чисто я думаю что еще будет какое-то развитие интересно хорошо ладно ребят давайте продолжим обсуждать новых артистов потому что практически полчаса мы обсуждали эту тему нас тысячи человек в эфире пожалуйста ребят ставьте лайки чтобы другие зрители увидели тоже этот эфир они вам скажут спасибо и я тоже давайте перейдем к следующим темам украинская певица я знаю что меня очень многие смотрят и из россии из украины из белоруссии из армении и из казахстана из разных стран поэтому давайте стараться обсуждать разных артистов тем более все мы их и знаем украинская певица оля полякова знать который любит тоже кандибоберы носить вот у нас лена ленина в россии да с этими кандибоберами а в украине ольга полякова тоже кандибоберша такая ну красивая конечно женщина немножко такая она с гонором мне кажется немножко вискомерка слегка но красивый поют живьем интересно значит ольга полякова пообещала тысячи долларов тому кто плюнет в морду баскову и лепсу ребятам басков и лепс они же у нас активно поддерживают путинский режим и войну и что вообще если ты артист не лезь ну не лезь ладно у тебя не хватило смелости осудить войну ну не лезь тогда что ты лезешь что эти в эти лезут 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 подлизнуть еще подлизнуть но видимо денег не хило получает от власти и вот она говорит 1000 долларов даю тому кто плюнет баскова в морду или лепсу значит проходил международный экономический форум и вот лидер группы земляне владимир киселев это отец вот этого бездарного безголосого юрки со помните который тоже к алене блин приходил значит этот киселев выдвинул такую идею давайте горит будем платить по миллиону рублей тем кто сможет вывести из строя украинские танки леопард и абрамс то есть говорит будем награждать россиян за уничтожение техники вооруженных сил украины вместе какая подлость то есть вы артисты вы должны нести что-то светлое доброе а эти подначивают подначивают ребят басков настолько стал омерзителен и вот и вот эта опухшая харя вот она сейчас полностью соответствует его внутреннему миру да он не просто капух ребят это его внутренний мир начал на морде лица проявляться в полной мере и лепс вот этот вот толкашки смотришь боже мой но мозг уже пропитый у лепса кстати абсолютно нет никакого уважения к зрителям он может выйти на сцену мучить не понравилось он может всех обматерить уйти есть такие видео на ютубе два моральных урода просто и вот на встрече русской медиагруппы во время этого петербургского международного экономического форума вместо того чтобы думать о процветании россии как строить дороги как развивать экономику как модернизировать медицину современные технологии нет они думают как разрушить соседние государства можете себе представить мы горит басков или лепс хотим внести свой вклад свой вклад они хотят ввести уроды моральные уроды ребят ну вот понимаете и визуально да они соответствуют своему поведению мы горит басков как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов хотим чтобы они знали что мы рядом с ними и лепс подчеркнула говорит что мы будем делать это искренне искренне будем делать от всей души мы будем делать от чистого сердца грит лепс если можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам мы это сделаем мы будем помогать наде надеюсь говорит лепс мы абсолютно правы надеюсь то есть он надеется он не уверен понимаете что они правы надеюсь говорит мы абсолютно правы есть ты не уверен есть ты надеешься ты изучи сначала вопрос ребят я еще раз говорю эта война никому не нужна ни россии ни украине ее начал развиваться развязал путин да я я вижу да я читаю в интернете новости я смотрю что происходит в украине у меня друг из киева в украине я не сижу вот у этого путинского зомбоящика который врет да я смотрю в интернете то посмотрел все посмотрел с той стороны посмотрел с другой стороны посмотрел оценил происходящее прикинул я понимаю кто прав кто не прав я понимаю что путин вторгся путин военный преступник путин делает все для того чтобы уничтожить и население украины и население россии ребят то есть вот это вот подначивать там кому-то деньги давать это делать это не помогать россии это наоборот чтобы еще больше погибло и россиян и украинцев нужно срочно заканчивать войну срочно прям не денег никаких все сворачивать все выводить и все завершать а пути нагнать с санными тряпками надо ребята ну это преступники ребят что басков что левс поэтому я тут ольгу полякову очень понимаю вот мне само пришлось уехать из россии потому что но куда где с 2017 года вы знаете виду youtube канал как открытый гей меня и так преследовали угрожали а тут еще вот эта война то есть я понимаю что все это полное канале конечно я уехал да кто-то мне пишет ой ты там значит и не на поле боя не на фронте есть ты хочешь воевать за путинский дворец вперед встала и пошла не на фронте она мне пишет овца ребят не могу сдерживать эмоции потому что ну надо не забывать конечно что тут еще и ботов может быть много тем более мне тоже периодически посылают ботина вот эти вот поэтому да ну понятие и почему-то некоторые считают что вот ты значит уехал ты как будто какой-то барин да то есть вот я уехал я какой-то барин я могу себе позволить путешествовать да нет я всего лишился я мог жить в россии в квартире там и там у родственника могу у меня комната свободно и здесь нет мне пришлось уехать из россии у меня никола ни двора ни денег ничего вот я от youtube получаю гроши потому что монетизация в россии отключена если кто меня поддерживает донатом я всегда говорю спасибо вы думаете я рад я рад что мне пришлось уехать и вот так вот скитаться нет не пришлось это сделать из-за путина потому что путин дорвался до власти путин уничтожил все свободные средства массовой информации я вам это говорю как человек который работал на канале нтв да я не имел никакого отношения к политическим программам я вообще не интересовался политикой когда я пришел на канал нтв вот у меня там шоу-бизнес значит все эти звезды дуны я постепенно стал наблюдать что творят там то есть я вижу мои коллеги из отдела информации я прихожу в просмотровую на нтв я слышу как они обсуждают как мы сегодня обманем как мы вот это перекрутим а вот тут путин надо сделать чтобы он был хороший путин путин там что-то значит раздолбал продолбал нет ну вот это говорить не будем эти все телевидением под контролем путина конечно вот эти бабки которые сидят смотрят телевизор они считают вот что они не понимают почему то что их обманывают и вот ощущение что кто-то даже обманываться рад да есть интернет я даже на такие случаи когда вот ты говоришь человеку вот есть интернет и посмотри другую альтернативную позицию окей сделаешь потом вывод сама не горит нет не буду смотреть ну вы тогда достойны вот действительно того что происходит могу только так сказать мне очень жалко тех миллионов россиян которые остались заложниками с этим путина пряти а как он к власти пришел сплошные фальсификации сколько видео было в интернете и за единую россию эту партию жуликов и воров сколько там накидывали вот эти бюллетени на бюллетени бюллетени стопками тысячи миллионами кидали в нагу эти бюллетени и за путина и за единую россию ребят это абсолютно нечестный нелегитимный президент которому нужно гнать 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 просто санными тряпками просто изгонять понимаете ой что надо успокоиться ребят бомбит реально как остановиться поэтому ольга полякова я тебя прекрасно понимаю когда ты говоришь что ты даже 1000 долларов чтобы плюнуть в морду баскову и лепсу я бы и сам с удовольствием им плюнул и это знаешь вот возвращаясь в прошлое когда я общался с басковым да если бы я знал что он будет вот такое нести я бы ему тогда еще плюнул в его харю и бесплатно бы сделал не стал бы брать тысячу долларов от тебя просто плюнул бы бесплатно ребят надо успокоиться да давайте же невозможно ну как просто уму непостижимы что творится там и очень полякова говорит хочу предложить вам то что реально грит закопника короче за поджопник коле баскову и заплевок морду лепсу дает еще долларов сразу на карту кидаю сразу же перечисляю грит снимите это на видео как плюете в морду одному или другому поджопник дадите или за трещину денежку переведу вот тут конечно в сети сразу заговорили что а чего ограничиваться басковым и лепсом есть вон еще и кир коров у нас а не лорок да тоже может под раздачу попасть запросто а вот мария максакова тоже тут у нас всплыла бывшая депутатка государственной думы россии сейчас на уехала в украину оперная певица вы знаете что-то максакова конечно последнее время заносит я вообще еще несколько месяцев назад смотрел ее и она разбирала российский шоу-бизнес это было знать так с юморком с подколкой я подписалась на ее канал сейчас я уже все даже скорее всего может быть даже и отпишусь потому что какой негатив в последнее время идет от максаковой какой-то перебор то есть слишком много злости и агрессии то есть я с одной стороны понимаешь что очень сложно себя сдерживать но надо учиться тем более когда ты вещаешь на огромную аудиторию признана максаковой иностранным агентом но это цирк конечно с этими иностранными агентами и вот очередное высказывание было у нее которое вызвало шок в адрес олимпийского чемпиона россии ладно если полякова говорить там дано давайте поджопников но это лан забавно ребят но то что выдала максакова вот это я считаю перебор значит высказалась она в адрес романа костомарова олимпийского чемпиона россии ведь он полгода находится в больнице все началось с того что у него пневмония запущенный случай начались серьезные осложнения и чтобы выжить фигуристу пришлось перенести ампутацию ступни кистей врачам удалось остановить распространяющийся некроз и вот сейчас роман готовится к протезированию максакова заявил что из-за санкций в россии костомаров может не надеяться на полноценное возвращение к жизни и вот что она говорит теперь говорит она он в очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками или поленьями наверное ему выделят сталинскую дощечку с колесиками он будет утюжками отталкиваться от асфальта но большой вопрос как он будет это делать учитывая что кисти рук ему тоже ампутировали ребят ужасно что стало с максаковой я конечно понимаю что ну конечно я сужу стороны потому что наверное когда ты находишься в украине тебя обстреливают ты наверное уже не можешь себя сдерживать но я я сужу как бы с другой стороны для меня конечно такие высказывания перебор перебор то есть из юморной тетки она теперь понимаете смеется над человеком который стал инвалидом ну как так можно мария максакова но это абсолютно не 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 достойно абсолютно то есть уже переход всей возможной до этики конечно у нее обрушилась волна хейта обвинений обвинили его в бесчеловечности причем обвинили ее как со стороны россии так и со стороны украины что далеко не все украинцы поддерживают вот такие резкие высказывания да одно дело опять же критиковать путина критиковать войну другое дело самим превращаться вот в таких же путиных да на ситуации этого избежать хочется сохранить человеческий облик во всей этой ситуации хотя очень тяжело очень нет ребят тяжело ладно давай сейчас перейдем к другим артистам немножко сейчас сбавим обороты вдохнем глубоко промедитируем и перейдем опять к обсуждению острых тем но сначала ребята я перейду к вашим донатом давайте посмотрю что вы мне отправили давайте донатная минутка пожалуйста пока поставьте лайки этому эфиру еще раз напоминаю всем кто только что к нам присоединился так получил я донат от каптан тиви я его не сразу заметил спасибо что ты просигнализировала пропустил вишь увлекся обсуждением любовниц королевой прошлый раз каптан тиви пишет мне алекс спасибо за твою деятельность я успеваю смотреть стримы только в записи но душой я сейчас с тобой как думаешь в теории с режимом путина пойдет и нынешний шоу-бизнес появятся ли новые артисты конечно конечно абсолютно потому что рыба гниет за головы как это известно и конечно когда во власти дорвался вот такой безумный отмороженный политик путин да это человек абсолютно отмороженный и все начинает гнить дальше и вот эти все лизуны поэтому власть я я говорю что власть должна меняться они же что нам гонят вот путинская стабильность а где эта стабильность никакой вот это все сказки про стабильность вот к чему эта стабильность привела к войне к деградации к обнищанию населения к огромному обнищанию населения в большой перспективе если это все дальше будет продолжаться вам не шуточки все это все не шуточки и конечно власть должна меняться когда один тот же человек больше 20 лет находится у власти вот вот такое происходит потому что происходит отъезд чердака все время должен приходить новый один второй третий ты смотришь подошел не подошел не подошел меняешь надеюсь я ответил на твой вопрос фиолетта пишет господра полякова а можно за двоих полторы тысячи долларов взять вы главное скажите где их найти ты имеешь ввиду где найти баскова и лепса да ну тоже да надо вылавливать их ну а где они где они обычно шляются по всяким мероприятиям вип-мероприятия где где побольше наливают где жратва бесплатная вот там басков и лепс у нас ошиваются конечно же елена пишет молодец что уехал занимаешься работой да да елена спасибо спасибо ну с 2017 по 2022 год я вел свой youtube канал и сколько я получал хейта и угроз ребят ну сколько уже можно уже дальше невозможно очень опасно марго написала по поводу костомарова жалко романа бедный мужчина для любого человека это трагедия да и вот так злорадствовать смеяться над инвалидом ну это последнее дело честно говоря от максакова не ожидал это уже конечно перебор а вот эта ситуация когда россиянина значит акул к села тоже был такой тоже кто там из украины злорадствовал но важно отметить ребят что не все такие злорадствующие да есть абсолютно адекватные люди как я уже говорил все люди разные и в украине и в россии есть и отморозки и там и там есть абсолютно достойные людям и вот пока я говорил как раз таки мне прям только что сейчас в эфире пришел еще один донат от елены елен спасибо за твой донат ты мне пишешь что у меня ушки как у эльфа залипай весь эфир ты классный люблю тебя елен спасибо тебе огромное за твой донат мне очень приятно вот вы мне все пишите тоже что вам жалко фигуриста кастомарова что он хороший человек кто-то пишет что максакова пушка да она была прикольная до тех пор пока она не могут не начала смеяться над инвалидами ну зачем такое делать зачем все таки понимаешь если ты осуждаешь маньяка но сам борешься с маньяком вот его же методами тут и как бы сам превращаешься получается в маньяка и теряешь человеческий облик при этом и это вот то что происходит с максаковой сейчас путинская стабильность пишет галя такое и врагу не пожелал пожелаешь да вот вам путинская стабильность ребята что сейчас все уже надеется лишь бы только войны не было понимаете уже уже хуже хоть как-нибудь лишь бы только без войны что и с той стороны и с другой стороны все надеются на этом давайте что-то у меня было они давайте давайте с максаковой разберемся барских мы чуть чуть попозже перейдем ребят максаковой мы не закончили значит максакова она же еще по бабкиной прошлась по надежде по нашей обвинил ее в безголосости говорит не знаю как назвать может это трансгендер вот опять максакова ну что ты несешь вот меня прям резонула то есть какая-то транс трансофобия уже терят максаковой вроде она стремится в евросоюз до с украины уже такое может быть бабкина горит максакова трансгендер ну что такое где бабкина и где трансгендер мария ну ты чё несешь вообще трансгендеров вообще в россии вон преследует сейчас принимает законы да что нельзя не смену пола сделать ничего и так тысячи человек меняла пол до в год нельзя понимаешь пути путин будет блюсти духовный скрип соблюдать значит сравнила нас трансгендером бабкину говорит отсутствует у бабкины голос также как и слух как правило горит максакова бабкина выступает в окружении хора чтобы нельзя было разобрать кто поет мимо но дескать что бабкина поет мимо нот и говорит что бабкина находится на какой-то постоянной гормональной терапии возможно это связано не со сменой пола а с тем что она является серийной разносчицей инфекционных заболеваний вот все было бы не все было бы неплохо да мария но только зачем примешивать трансгендеров которым и так достается в россии ну странно как-то вот максакова припомнила случай что бабкина болея ковидом пришла на съемки программы модный приговор и тогда заразила всех коллег слегли вот этот вот попугай модный критик александр васильев евелина хромченко все они тогда сложно перенесли заболевание вот и как говорит максакова даже как-то внешне они изменились то есть вирус отразился на их внешности а бабкина горит максакова наоборот внешне окрепла похорошела грит надо соблюдать не дистанцию но тоже она грит что 25 лет назад бабкина пыталась привести в порядок свои связки максакова жена суперная певица тут она вроде должна шарить да как говорится должна шарить пыталась привести в порядок свои связки бабкина которые дали сбой но горит ничего не вышло она является совершенно профессионально непригодной уже много-много лет тогда она это понимала и пыталась что-то сделать непонятно по какой причине она несменяемо сидит экспертом в жюри на тв шоу это просто уму непостижимо закончила она кстати я тут как-то попал на программу бабкиной с лесовцом по моему на канале нтв это конечно трэш какой-то меня хватило на 5 минут причем этот лесовец он в этой программе больше похож на бабкину чем сама бабкина как-то вот он на бабку больше похож честно говоря да я понимаю ему там уже сколько-то за 50 лет далеко в принципе учитывая возраст он достаточно молода выглядит ну-ка тут эти лохмы висят непонятного вида это лесовец какая-то знаете сомнительная фигура это лесовец мне всегда вызывал большое подозрение вообще-то лесовец это стилист сергея зверева то есть его вскормил своей грудью сергей зверев этого лесовца он его привел в шоу-бизнес а лесовец он сначала был такой тихий-тихий-тихий мальчик он научился у зверева стричка ведь всем этим делом набрал клиентскую базу у зверева и потом сдриснул понимаете открыл свой салон ведь какой молодец хитрожок какой лесовец и также звери уже постоянно снимали на телевидении и вот видите он полностью повторил путь сергея зверева и теперь вот с бабкина и сидит в этой программе сам больше похож на бабкина чем сама бабкина это конечно жесть что могу сказать еще по поводу максаковой не любят она российских исполнителей в принципе как и многие многие из нас да тоже раздражают они нас частенько своим лизоблюдством бездарностью и вот такой вот наглое наглостью и отмороженностью но тем не менее мария вот все-таки обсуждает что ты в основном российских артистов но не было в российских артистов кого бы ты обсуждала не любишь ты их а все равно обсуждаешь вот ну давайте к барских перейдем ребята что происходит из барских написали заявление на нашего максимку есть у меня отдельный ролик про макса барских можете посмотреть на канале добавлю ссылку в описании я рассказываю о том что макс барский гей о том что мой бывший парень значит потом переметнулся к максу барских добавлю это видео в описании этого ролика можете посмотреть накатали в украине заявление на барских во время его концерта в кременчуге исполнил он песню на русском языке ребят а в прошлом году верховная рада украина приняла закон согласно которому запрещено публичное исполнение и прослушивание русской музыки ну конечно для меня это конечно все дико честно вам скажу дико и бессмысленно и ни к чему хорошему тоже не проведет не приведет кроме как усилению злости агрессии вот одному из местных жителей не понравилось что барских спел по-русски он соответственно накатал заявление в правоохранительные органы попросил полицию провести проверку поэтому факту и вот он рассказал говорит прихожу на концерт макса барских с женой со своей своей женкой пришел говорит ничего не предвещало беды и вдруг через несколько песен макс барских с украинского перешел на русский язык вы можете себе представить пришлось встать и уйти из зала ведь бедный какой пострадавший вызвал он патрульную полицию она приняла его заявление написал жалобу к языковому омбудсмену когда читаешь такие новости ты понимаешь что разум происходит не только в россии но и в украине да тоже к сожалению тоже вот такие странные события опять же скандал был и в польше не все поняли почему он в польше пел песню на русском языке почему пел песню на русском языке потому что русский язык это его основной язык как я понимаю и всегда он исполнял в основном на русском языке но все логично и и вот барских признался говорит что все чаще говорит я испытываю дискомфорт при исполнении русскоязычных песен и обратился он сейчас к фанатам за помощью говорит помогите мне перевести самые мои громкие хиты на украинский ну вот обсуждая эту тему запрет русского языка как как интересно получилось ребята ведь на российских каналах уже наверное лет десять рассказывали о том что в украине ущемляют там людей которые говорят на русском языке что в киеве там вообще невозможно пройти сказать на русском помню историю лолиты она рассказывала что якобы ее мама украинка шла по киеву говорил на русском языке и кто-то ей значит затрещину сделал я не верю в эту историю абсолютно три года назад я прилетал в киев я уже рассказывал три года назад в то время как по путинскому зомбоящику говорили что нельзя киеве говорить по-русски я прилетаю я понимаю что каждый второй человек в киеве говорит по-русски никаких косых взглядов все нормально все по-русски говорят все нормально было и сейчас когда начал путин начал войну пойти к чему он привел что вот теперь уже действительно запрещает русские то чем он пугал он все сам сделал для того чтобы это и произошло парадокс какой вот но запрещая русский язык я считаю что украинцы лишь помогают путину весь мир говорит на русском языке то есть вся украина знает русский язык в армении говорят в грузии в казахстане в таджикистане узбекистане азербайджане во многих других странах более того для многих людей в этих странах русский язык является родным языком ребята я вспоминаю лабаду когда она пришла давать интервью гордеевой и она сказала я не могу отказаться от украинского языка то есть это да говорит я украинка но я думаю на русском языке не просто говорю я думаю то есть это мой основной язык это мой родной язык и мне сны снятся на русском языке и понимаете в ситуации когда для многих людей в украине русский язык является родным его запрещать я считаю это ненормально да мне какие-то украинцы могут написать что русский язык сейчас стал для нас вражеским языком что вот путин напал значит вы говорите на русском значит мы запрещаем русский язык и они говорят что ну вот значит когда гитлер нападал на россию да никто же там не говорил что давайте говорить на немецком ну вы сравнили жопу с ручкой пойти в россии на немецком языке не говорили а в украине то для многих и русский язык родной и в этой ситуации запрещать русский язык на мой взгляд это неадекватно это неправильно это опять же подарок путину там хотел чтобы так было вот это все произошло опять же вот тоже а если бы на украину напала страна которая бы говорила на украинском языке то есть что тогда переходить на японский язык то есть напал то не язык конкретные люди вот вот конкретно кто напал конкретные люди те являются преступниками не русский язык то напал и запрет русского языка для меня очень странен кто-то опять же может написать что значит то что в украине многие говорят на русском языке это вроде как послужило поводом вторжения путина в украину да еще вроде как надо перестать всем говорить на русском языке чтобы не было повода ребят было бы желание повод всегда найдется поэтому то есть получается что вы идете на поводу у какого-то отморозка значит мы сейчас не будем говорить на русском языке чтобы у него не было повода а зачем вы угождаете ему да получается вот как он что он хотел да и вы им как бы вы под его дудку играете наоборот надо игнорировать его ой ну не знаю это все конечно очень неприятно это очень странно для меня понятное дело что я не в украине нахожусь я обсуждаю все это со стороны и наверное на сто процентов я все это прочувствовать не могу но для меня как для россиянина который вот так же осуждает путина и так же выступает против войны для меня эта ситуация запретом русского языка является прямо скажем неправильный неприятный дикой мне вот кстати часто любят писать также о коллективной ответственности всех россиян да что дескать вот все россияне вы значит все ответственно ребят я еще раз хочу значит свою позицию на эту тему высказать любое обобщение по национальности по паспорту по стране проживания и так далее ребят это баранистность это стадность и не желание включать мозг потому что обобщить это всегда проще не надо включать мозг не надо напрягаться очень просто сказать мы все в этой стране хорошие а вот там вот все плохие это очень легко так хорошо ни одну извилину не надо напрячь а вот отдельно воспринимать каждого человека по его поступкам это как надо напрягаться то ой зачем это делать вот опять же вот сторонником коллективной ответственности могу привести такой пример ребятам смотрите в соединенных штатах америки где запрещена всякая дискриминация да не не дай боже там что-то темнокожих обидеть или геев лесбиянок да нет это все запрещено очень жесткое наказание будет если кто-то обидит тем не менее даже в соединенных штатах встречаются африканцы которые считают что в угнетении их предков виноваты все белые люди без исключения то есть в чем в том числе и современники да то есть новое поколение получается казалось бы когда это было вот это вот там рабство угнетение сейчас уже другие люди живут то есть все стараются в равенстве уважать соблюдать законы и находятся те которые все равно считают что им все вот должны обязаны и все равно вот вроде как все белые люди виноваты до сих пор лепечут а коллективной ответственностью также поэтому думайте к чему да я это все веду когда вы хотите обвинить вот тех же россиян всех обобщить до без разбора ответьте себе на такой вопрос вот украинцы считаете ли вы лично себя виноватыми перед африкансы и которых угнетали сотни лет назад белые люди нет не считаете пока как так как как так вы не считаете а как же коллективная ответственность ребята как же коллективная ответственность то тут ваши коллективная ответственность отказывает существовать, да? То есть россияне всей коллективной ответственности это да, а перед африканцами как-то странно, а что это мы виноваты? Мы даже не американцы, мы вообще там не имели отношения. Нет. Они считают, что все, все белые люди должны отвечать. Но есть такие, есть такие, ребята, есть. То есть это я вам привожу просто конкретный пример, что коллективная ответственность и все разговоры о коллективной ответственности это чушь полнейшая. То есть если мы живем в цивилизованном обществе, то каждый человек должен отвечать исключительно за себя и за свои поступки. Ну вот я знаю, что в чате какие-то там тоже пишут гадости. Я хочу напомнить, что все, кто будут переходить на личность, кого-то оскорблять, я потом посмотрю и всех заблокирую. Потому что все, кто пишут гадости, пишут рашка, хохлы и прочую хрень, мне не важно в какую сторону. То есть если я вижу негатив, все будут заблокированы. Мне вот эти вот ботины путинские здесь не нужны. Я еще раз вам говорю, что мне хамло здесь не нужно. И мне не нужны вот эти бабки, которые порублю за комментарий. Они получают рубль, значит, сидят в фабрике ботов, они нас трачивают, получают потом рубль. Поэтому давайте все-таки с уважением относиться друг к другу. Вот, поэтому, ребят, когда говорить о коллективной ответственности, значит, для себя решите, искупили ли вы вину перед африканцами. Потому что они тоже считают, что вы перед ними виноваты. Нет, не хотите искупать, не считаете себя виноватыми. А почему тогда все россияне виноваты? Я, например, за Путина никогда не голосовал. Я выступал против него. Миллионы россиян не поддерживают Путина. О какой коллективной ответственности может идти речь? Коллективная ответственность – это стадо. Это стадо баранов. Я никогда ни в какое стадо не входил и не собираюсь в него входить. Ну, а вы уж сами там решайте. Вот так. Надеюсь, я ответил про коллективную ответственность. Да, коллективное осознание – это стадо баранов, конечно. Так, соблазн-то какой, да, не включать мозг и вот все. Эти все вот плохие, эти все хорошие и все. Как хорошо. Кстати, вот этот же совет могу дать украинской журналистке Ремине. Помните, был у нее канал такой, ходят слухи. Я даже ее посматривал. На русском языке она выходила, сейчас она перешла на украинский. Я отписался и от ее инстаграма, и от ее канала. Во-первых, я ничего не понимаю. Во-вторых, она начала заниматься пропагандой ненависти ко всем россиянам, без разбора. Меня шокировал ее пост, когда она собрала фотографии какого-то быдла из России. Вот быдляк, понимаете? Вот ты смотришь на эти хари, ну видно, что быдляк какой-то. Разбомбить Украину, там они что-то орут. Ну, быдляк, понимаете? Натуральный быдляк из России. Такой быдляк есть и в России, и в Украине, и в США, где угодно. Тем не менее, Ромина, несмотря на то, что она себя позиционирует журналисткой, собрала все быдло в этот пост, опубликовала и говорит, посмотрите, какие россияне, посмотрите, как они нас ненавидят, понимаете? То есть она сделала вид, что не существует всех остальных россиян. То есть вот меня не существует то, что я против Путина. Нет. Только вот это вот быдло, понимаете? Это тоже такая вот пропаганда с другой стороны. Хотя, опять же, вот в интернете открываешь, сколько ютуб-каналов людей из России, русскоговорящих, которые выступают против этой системы путинской, да, преступной. И Скажи Гордеевой, и Ирина Шихман, и Евгений Понасенков. Причем эти люди, они продолжают жить в России. То есть они находятся в огромной опасности. И таких людей очень много. Но вот такие, как Ромина, они предпочитают не замечать, что мы есть. То есть ей проще сказать, что все россияне плохие, без разбора. Давайте запретим русский язык. И все. Высказала она претензии к украинкам, которые говорят на русском языке. Кто ты такая, Ромина, чтобы делать другим замечаниям? В общем, я как-то на Ромина, вы знаете, с другой стороны взглянул. Потому что вот это вот... Мне она раньше казалась милой девочкой, а вот сейчас вот я ее приторную улыбочку начал как-то воспринимать иначе. Потому что конкретно в этой ситуации она не права. И если ты журналист... Вот даже я здесь, на своем канале, не выступаю как журналист. Я просто блогер. Я как обыватель здесь сижу и высказываю свое мнение. Здесь я звучу исключительно свое мнение, не как эксперта. Но даже я стараюсь с разных сторон взглянуть. Да, вы видите, я никогда не обобщаю. Всегда стараюсь с разных сторон посмотреть. А она журналистка. И вот такие преступные обобщения. Ну вот, неприятно это, конечно, все. И обидно, и обидно, несправедливо. И ты думаешь, почему вот ты Ромина не замечаешь? Не замечаешь меня, не замечаешь нас? То есть тебе выгодно не замечать тех россиян, которые против Путина? Ну вот интересно, очень интересно. Но, опять же, видите, не все украинцы поддерживают запрет русского языка. Слава Каминская, украинская певица. С началом войны она уехала в Нидерланды. И вот она заступилась за русский язык. Украинская певица. Получила она хейт от некоторых украинцев. Опубликовала она пост в Инстаграме со скриншотом 10-й статьи Конституции Украины. Где говорится, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств. И Каминская вопрошает, говорит, объясните мне, законопослушные граждане Украине, у вас что, лыжи не едут? Да, все смешалось в один пирожок. Какое отношение язык имеет к Путину, который, конечно, является военным преступником? Ну, какое отношение язык-то имеет к этому? Я еще раз говорю, что сколько людей в разных странах говорят на русском языке? Да, русский язык – это не только язык Путина. Это язык многих других миллионов людей за пределами России, в том числе не русский язык совершает преступления, а конкретные люди. И вот это опасная очень тенденция, в том числе в Украине, обобщать всю Россию, да, вот что Россия – страна террористка, ну да. То есть, с одной стороны, их можно понять, когда ракеты взрываются. То есть, это, наверное, до конца нельзя понять, если ты там не живешь. Наверное, до конца даже я не понимаю, потому что я как бы со стороны наблюдаю. Но в то же время, да, и ты сам сталкиваешься с этой несправедливостью, и тебе становится очень обидно. Вот, такие вот дела ребятам. Ну, вот Лобода, тоже украинская певица, сейчас переехала в Латвию, строит свою карьеру с нуля. Говорит, перестала следить за российским шоу-бизнесом. Там в социальных сетях отписалась от практически всех своих российских коллег. По-моему, тут на Пугачева она там подписана, да. Новые песни на украинском языке она пыталась записывать. Но как-то они не зашли публике. Она пыталась и в народном каком-то, значит, наряде в Украине надеть, что-то изобразить. Ну вот не зашло этим людям. И в сети многие стали писать, в том числе и в Украине, что она просто хочет примазаться к нам, да. То есть сейчас ее выгнали из России, и она хочет примазаться. То есть не верят в ее искренность. И вот тут украинцы абсолютно правы, которые не верят, ребята. Человек, конечно, противный. И пробила Лободу на ностальгию. Ностальжи сыграла у нее в заднице, понимаете. Заиграла ностальжи у Лободушки. Вспоминает она былую славу в России, накатала пост, говорит, ухожу с того Олимпа, на который пришла с большим трудом. Взлет в карьере Лободы произошел в 2014 году, ребят. И ей вот понадобилось, можно сказать, да, практически 10 лет, чтобы вот так вот раскрутиться с этими вот хитами, твои глаза, к черту, любовь. Уже она стала, можно сказать, действительно такой топовой певицей в России. И вот она говорит, я была реализована, успешна, была довольна карьерой, своим статусом. Но, говорит, прежней популярности у меня больше нет. То есть она отдает в этом себе отчет, что был долгим, да, таким тернистым путь ее и на вершину российского шоу-бизнеса. Но все закончилось. Все закончилось. Говорит она, 6 лет я пыталась выйти из пространства своей страны Украины, потому что была мечта быть известным человеком не только в Украине, но и за ее пределами. Так случилось, что именно в 2014 году прошел старт моей карьеры по всем бывшим странам СМГ, в том числе и России. Ну, сейчас, видите, получается, она живет в Латвии, какие-то маленькие концертики пытается давать. Но, опять же, что там, на 50-100 человек, да, если в России у нее какие были там стадионы, то сейчас это, конечно, уже несравнимо. А привыкла она жить на широкую ногу, лобода. Поэтому, ребята, конечно, говорят, стресс, у меня стресс, и прям стрессую я, и прям сходнула, похудела на 6 килограммов, лобода. Вернее, на 6 килограммов, а до 48 килограммов она похудела. Просто, говорит, таю, просто таю. Ну, понимаете, с одной стороны, я понимаю лободу, ее эти все переживания. Ну, вот нет сочувствия к таким, как лобода. Потому что это переобывалки, ребят, переобывалки. Что в России она переобывалась, что в Украине она переобывалась. Сколько она нагло придумывала себе пиар-поводы вот эти. Сама являлась любовницей Нателлы Крапивиной, да, сама является лесбиянкой. Ну, вот эту придумала, придумали они себе вот эту хайпушку. Якобы у нее ребенок от солиста группы Рамштайн Тиля Линдемана, да, назвала она дочку Тильдой. Представляете, ради хайпа, ради пиара даже дочку назвала она Тильдой. То есть на какие вообще шаги готовы эти люди ради популярности. Но тут всегда есть такой риск. Когда вот ты ничем не кнушаешься, скажем так, можешь сесть в вонючую лужу. Потому что сейчас солист группы Рамштайн обвиняется в очень серьезных преступлениях интимного характера. И вот лобода опять взгрустнула, понимаете? Ну, все плохо у нее, все плохо. Потому что ей сейчас его признают виновным. Понимаете, она ходила, говорила, что вот он ее любовник. И дочка от этого Рамштайн, ну, не то, что она прям, да, я так понимаю, подтверждала. То есть они вот эти вот слухи, да, слухи, слухи, слухи пускали. И вот сейчас большой риск, что она еще и с этим Тилем теперь сядет в вонючую лужу. Ну, вот это, понимаете, происходит, когда ты пытаешься вот так вот неискренне пролезть на сцену. Там попиарится, здесь попиарится. И вот в итоге ты остаешься ни с чем в вонючей лужей. А гораздо лучше быть искренней, высказывать свои взгляды. Да, конечно, не всем понравятся твои взгляды. Но, по крайней мере, ты останешься честным человеком, самим собой. А вот не вот так заврешься, да, тут и нашим дала, и вашим вроде дала, всем дала. А в итоге вот ни с чем осталось. Вот так вот. Опять же, ребят, помните, я записывал видео о том, как вода мне нахамила на вечеринке, где был Андрей Данилко. Посмотрите это видео на канале. Наглая она тетка. И она пыталась заблокировать этот мой ролик. Я оставлю ссылку на видео, где я рассказываю о том, как ее юристка пытается удалить видео с Ютуба. Посмотрите, кто не видел. Ну и тот ролик, где я рассказываю о ее хамстве, тоже можете посмотреть. Ссылка будет в описании. Поэтому никакой жалости. Понять я ее могу, лободу, но никакой жалости я, ребятки, не испытываю. Ну и раз мы пошли по Украине, ребята, у нас сегодня сплетение Украины и России. Продюсер Игорь Кондратюк, который был на шоу «Х-фактор», это вот аналогия шоу «Голос». Сидел он там вместе с рэпером Серегой, певицей Ёлкой, Сергеем Соседовым. В Украине это шоу проходило. И вот Кондратюк там был. Он сейчас призывает забрать у Ани Лорак и Таисии Повалей название народных и заслуженных артисток Украины. Называет он их предательницами. И вот Кондратюк сказал следующее. Говорит, им все до задницы. Украина, говорит, им до задницы. Уничтожены города им до задницы. Боюсь, говорит, что им и русские тоже в задницу. Лорак и Повалей имеет он в виду. Им вообще, говорит, все и все до задницы. Их дети им в задницу, их мамы. Все, что есть на свете. Вот. Тут я немножко вспомнил Иосифа Пригожина. Что такая зацикленность на заднице. Кондратюк, куда это тебя понесло? В целом, да, я могу его понять. Конечно, люди, которые и нашим, и вашим за 3 рубля спляшем, конечно, сложно к ним относиться с уважением, да, и по-человечески. Потому что они сами теряют свой этот человеческий облик. И вот Кондратюк добавил, что вот он возмущен, что эти артистки, значит, имеют до сих пор эти звания. И, говорит, будем писать сейчас петиции, составлять петиции, чтобы отозвать. То есть забрать эти звания и у лорок, и у повалей. Кроме того, без этого ситуация, что в Украине начали выдавать медали и ордена артистам, которые активно выступают против России. И он говорит, что зачем выдают украинским артистам ордена, медали. Говорит, я этого не понимаю. То есть ты певец или ты орденоносец. Это такая же ситуация, как и в России. То есть если ты лизнул Путину, Басков, вот этот Лепс, Киркоров, да, потом Путин Киркорову, значит, вешает медальки. Киркоров женщину бьет, Путин вешает ему медальки. Да, конечно, позорище. И вот Кондратюк тоже говорит, что в Украине такой же позорище сейчас. Ты либо орденоносец, либо ты певец. Эти вещи никак не совмещаются. Не совмещаются. Ну, кто у нас, ребят, сел еще на этой неделе в вонючую лужу? Аскар Кучера. Помните, приходил он к Юрию Дудю? На этот раз пришел он к Борису Корчевникову, который у нас ничего не слышит. Полностью глухой Борис Корчевников. Читает он по губам, плюс ему этот суфлер включают, чтобы он что-то понимал. Ужасно, конечно, он выглядит. Какой-то он весь больной, неадекватный. Но у меня ощущение, что у него проблемы с головой какие-то. То есть именно какого-то психического характера у него начались изменения. Но, опять же, если ты гей, и ты всю жизнь скрываешься, и ты еще потом гомофобишь, то есть ты являешься геем, и ты с центрального канала выступаешь против ЛГБТ, то есть что у тебя при этом происходит в голове, сложно представить. Это, конечно, жутко. И все это отражается, видимо, и на здоровье, и на внешности Корчевникова. И пришел Кучера к нему в программку. Заговорили они об американском паспорте. Ведь жена Кучера родила в Соединенных Штатах. И, соответственно, ребенок получил американский паспорт. И вот Кучера такой радостный. Говорит, я дал ребенку возможность перемещаться по всему миру. Сына, причем, назвал он Марком. Марк, видите, как православненьком. Не Иваном назвал сына, а Марком. Видите, православненький Кучер какой. И родился этот Марк в Майами, конечно. Даже не в Москве, не в Питере, да. А в Майами. Предложил Корчевников Кучере разорвать паспорт Америки. Выкинуть этот документ. Но Кучера отказался. Говорит, не буду, не буду. Вот сын вырастет, и пусть сам разберется с этим вопросом. Кроме того, несмотря на то, что Кучера весь такой патриот, орет, да, что мы там победим, мы всех сделаем, всех разгромим. Но, в принципе, я не считаю США врагом, поскольку люди там живут разные. Нельзя всех грести под одну гребенку. Живи своей жизнью, делай добро, будь хорошим человеком. И тогда у тебя не будет никакой разницы, какой у тебя паспорт. Ну, слова, конечно, правильные, да. Но только это как-то не согласуется с его позициями, да. Что мы сейчас разбомбим, разбомбим. Я за нашу армию. Все, Путин делает правильно. Хотя, понимаете, с центральных каналов говорят, что Соединенные Штаты Америки угрожают России, что они пичкают Украину там оружием. Нет, у Кучера, понимаете, паспорт у сына. Пусть будет паспорт, пусть ничего-ничего. Будет путешествовать, будет человеком, да. Спокойно будет ездить по всей Европе и по США нормально. То есть вот две абсолютно разные, казалось бы, несовместимые позиции в головушке Кучера. Они абсолютно нормально уживаются. И ничего, понимаете, как-то ходит по земле, радуется жизни, жопкой трясет своей Кучерушкой. Разные политические взгляды, кстати, у Кучера и у его жены. И они приняли решение такое, что не обсуждать политику. Жена его, Юлия, предложила, кстати, покинуть с началом войны Россию. Но Кучера настоял остаться. Поэтому, чтобы не ссориться, да, они говорят, не обсуждаем. Вообще вот жена предпочитает даже не читать то, что он пишет в социальных сетях. И вот я вам тоже, кстати, не рекомендую, потому что периодически пишет он какую-то хрень. Вот. Ну и, ребята, сейчас мы перейдем к обсуждению Вероники Свинаровой, да, псевдопсихолога. Ой, я так много говорю, что аж немножко подустал. Так, ребята, у вас остается еще время, чтобы меня поддержать. Конечно, вы меня можете и после эфира по ссылкам в описании и по той ссылке, которую я сейчас еще продублирую в чате, поддержать, тем более в это непростое время. Я буду вам очень благодарен. Но если вы успеете это сделать во время эфира, то тогда я зачитаю в самом конце эфира ваши донаты. И, пожалуйста, поддержите меня также лайком к этому видео, чтобы другие зрители увидели этот ролик. Да, не смогли мы сегодня без политики, ребят. Ну, время такое, время такое. Периодически придется окунаться, придется. Так. Что вы мне пишете? Давайте посмотрим. Так, Ирина пишет. В Киеве большая часть населения русскоязычная. Вот я приезжал, у меня тоже сложилось впечатление, что большинство именно на русском языке и говорят. Так, многие переходят сейчас на английский. Марго пишет в странах СНГ. Да, в Грузии вот тоже. Молодежь, я смотрю, уже больше переходит на английский, чем, да, то есть с русского уходят. Да, печально это, печально. Ну, это вот, видите, спасибо Путина, что творит. Разрушает страну, разрушает экономику, разрушает отношения со всем цивилизованным миром. Этот Путин. Ой, изверг. Так. У меня спрашивают, типа, какого-то журналиста. Не знаю, ребята, кто это такой. Лабуда плачется, что без России бабки заканчиваются. Ну, так само собой, ребята. Конечно, конечно. Ну, видите, она хотела и нашим, и вашим. В итоге осталось и без России Лабуда, и без Украины. И вот какие-то маленькие вот эти концертики, и все. А привыкла-то к какому размаху, понимаете? Губи это раскатала, губы-то накачала. Будь здоров, понимаете? Губы требуют постоянной кормежки. А все, понимаете? Закончились. Закончились гонорары. Black Blank вот пишет про какие-то замашки, значит, имперские замашки россиян. Какие имперские замашки, если мы говорим о том, что в Украине ты как будто, знаешь, не слышишь, о чем я говорю. Ты как бы протрезвей, потом приди, выскажись. Я тебе говорю о том, что для многих людей в Украине язык русский родной. Какие имперские замашки. То есть вот тебе тоже мозг промыли, что ли, и ты вот начинаешь какую-то чушь мне писать. Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Ты прослушай еще раз тогда. Вот это, конечно, просто удивительно. Это просто удивительно. Надо наигнорировать, да? Потому что вот всегда найдутся какие-то отмороженные. Так. Сносят памятники. Ну да, ну да. Просто я говорю, что я не вижу связи с тем, что Путин вторгся, Путин преступник. Значит, а если Путин говорил на украинском языке? То есть я еще раз говорю, вы бы на японский, что ли, переходили? Понимаете? Ну, то есть при чем тут русский язык? Понимаешь, если бы никто не говорил в Украине на русском, как это можно было понять? Ну, когда у вас все знают русский язык, а для многих он родной, вот в этой ситуации запрет русского языка, он ненормален, на мой взгляд. Так. Галя Комарь пишет, ты, Алекс, не блокируй меня. А я тебя и не блокирую. За что мне тебя блокировать? Так. Я говорю, я блокирую только каких-то хамов, которые переходят на личности, которые непосредственно прямо начинают грубить, обзывать, понимаешь? Когда вот кто-то пишет, а вы там в рашке все в блок сразу. Когда я вижу, а вот хохлы там все в блок. Понимаешь, мне не важно. Против украинцев говорят гадости, против россиян говорят гадости. Сама формулировка обнажает гадкую сущность человека. Мне гадкие людишки здесь на канале не нужны. То есть это не какая-то цензура с моей стороны. Просто они мне в моей жизни не нужны. Мне не нужен этот негатив. То есть мне с ними не по пути. Зачем мне читать вот их сообщение? Мне это неинтересно. Я еще раз говорю, это мой личный канал. Я не являюсь средством массовой информации. Я выражаю свою точку зрения. Я зову подписываться людей, которые со мной на одной волне. Не нравится вам что-то. Не согласны. Вы со мной встали и ушли. Все. Вот это вот писать там. Она от меня. Вот какая-то тетка мне 10 сообщений настрочила, что она от меня отписывается. Кто такая? Я знать ее не знаю. Первый раз вижу. Вот она почему-то посчитала, что мне нужно 10 сообщений прислать. Мне никакого вообще нет дела. Светлана, спасибо тебе за твой донат. Хотя подписчиков своих, которые активно участвуют в развитии канала, присылают донат, пишут какие-то комментарии и поддержки. Я уже многих помню, особенно у кого есть аватарки, я их уже как бы в лицо узнаю. И Светлана пишет, Алекс, спасибо тебе. Давай скорее Степашку обсуждать. Да, давай, я уже полтора часа сижу, у меня уже жопка начала прилипать к столу. Давай, ладно, Степашку обсудим. Значит, Степанова называет ее сливным бочком Кремля, ну потому что она сейчас топит тоже против Украины. Очевидно, что получает деньги миллионы. Ребята, Кремль выделяет миллионы и миллиарды рублей на пропаганду, промывает мозг. Но опять же, я вам говорил, что деньги у Кремля не вечные, тем более санкции, санкции, понимаете. Поэтому вот очевидно, что баблишка для Степанишки заканчивается. Заканчивается. И как я вам прогнозировал еще несколько месяцев назад, Степашкина уже помаленьку начала переобуваться, понимаете. Начала она верещать и хрюкать в адрес российского посольства в Мексике. Казалось бы, российское посольство, да, то есть это официальный орган, да, то есть она открыла тявкулку свою, открыла Степашка свою хрюкалку и высказалась против российского посольства в Мексике. Накатала она пост кляузу о том, как ее бедную несчастную обидели. Вот. С ее-то статусом блогерша аж в 2 миллиона человек. Правда, я вам уже говорил, что там, судя по просмотрам половины подписчиков, это боты, ну, это уже тема, другая тема, да, тема другого разговора. Разродилась Степашка поросячьей тирадой и накатала пост. Значит, пишет она. «Вчера, — говорит, — в российском посольстве в Мексике прошел торжественный прием по случаю Дня России. На праздник были приглашены все — врачи, учителя, повара, юристы и т.д. Все, 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 кроме меня, — возмущает Степанида. В прошлом году в российском посольстве меня принимали крайне тепло и радушно. Кормили, поили, знакомили с нужными людьми, обещали помогать с трудностями, ну, и т.д., и т.п. Однако, — говорит Степанова, — как только я обратилась с весьма прозаичными просьбами сделать паспорт и помочь с визами, услышала суховато-формальный ответ. Что-то типа «В порядке очереди, Вероника Юрьевна, нет, — говорит, — с этим мы не можем вам помочь». И вот Степанова делает вывод, говорит, что российское посольство в Мехико в самое сложное для России время, вместо того, чтобы помогать блогерам-миллионникам с пророссийской повесткой, проявляет к ним максимальное равнодушие. Именно из-за таких гнилых людей? То есть Степанову прям понесло, говорит, из-за таких гнилых людей, что из-под тишка топят своих за то, что те говорят правду. Мы несем такие страшные потери. То есть она еще и связала свою вот эту проблему с визой, то, что, значит, Путин терпит потери. Видите, какая интересная привязка. Ну, Вероника, что я могу тебе сказать? Любишь медок, люби холодок. Да, то есть ты что думала? Что ты будешь отрабатывать за бабосики кремлевскую повестку, вот ты будешь настраивать россиян и украинцев, да, стравливать, то есть таким преступлением заниматься на многомиллионную аудиторию. И все это вот так просто закончится? Нет, конечно. Денежки, значит, тебе перестали, видимо, платить. Ты как-то уже сейчас не ко двору, наверное, да, тем более, что тебя периодически колбасит, то в одну сторону, то в другую. Немножко ты начала переобываться. Вот, видимо, тебя решили прокатить с этими визами. А ты вообще как думала? То есть если ты будешь нализывать Путину, то ты будешь любима этой системой? Это очень большая ошибка тех людей, которые считают, что если они будут за Путина топить, что им ничего не угрожает. Нет. Понимаете, когда вы поддерживаете маньяка, это не значит, что маньяк с вами не сманьячит. То есть если сущность этого недочеловека быть маньячалой, то надеяться на какую-то, вот знаете, благосклонность не придется. Он с вами так же поступит, как и с другими людьми. Поэтому, Вероник, еще раз тебе говорю, любишь медок, люби холодок. Думала, вечно будешь получать на лапу, сидеть в Мексике, да, со своими дочками жаровать? Нет, нет. Выгуливает она своих дочек, выгуливает муженька своего в Мексике, ловит они там кайфушки. Ловит кайфушки, пузо греют и занимается пропагандой ненависти на своем канале. Причем все чаще я смотрю. Вот видите, как кремлевская повестка у нее отражалась? Я же вам всегда говорю, что Степанова, она же гомофобка. Мне кто-то писал, да нет, как же, она же говорила, что у нее там друзья среди геев есть, ты там что-то, наверное, не понял. Ну, нет, ребят, вот буквально за год до того, как все стало ухудшаться с ЛГБТ в России, всякие законы стали принимать, она еще жестче стала на канале говорить всякие гадости про геев. То есть теперь у нее, знаете, какая фраза есть? ЛГБТизация Запада. ЛГБТизация. Понимаешь? То есть сама формулировка, до этого она говорила гей-конструкция, это вот фашуга в чистом виде, гитлеровщина. И сама фраза ЛГБТизация, она ненормальна, потому что невозможно человека сделать геем и лесбиянкой, это заложено природой. Это ученые уже выяснили, что ориентация, она заложена в человеке. То есть если ты говоришь о том, что кого-то можно сделать геем и лесбиянкой, ты отрабатываешь конкретно вот эту вот кремлевскую пропаганду, вот эту чушь, которую они обрабатывают население. Понимаете, я об этом говорил. Я это заметил еще несколько лет назад. Ну вот видите, мне тогда писали, в том числе и геи и лесбиянки, что да нет, наверное, она не имела это в виду. Ну разве она плохо относится к геям и лесбиянкам? Конечно, плохо, ребят. Она вообще относится ко всем людям плохо, кроме тех, которые ей приносят бабосики. Продажная беспринципная тетка. Но вот недолго бабочка порхала. Понимаете, недолго. Наверное, да, можно обогатиться на лжи, на пропаганде, на ненависть. Ну, опять же, все это носит временный характер. Сегодня ты получила бабло, да, реп свою греешь в Мексике. А завтра уже бабла может не быть. Тем более, видите, она тоже, как лобода, привыкла на широкую ногу. Да, ноги у нее широкие, здоровые. На широкую ногу она привыкла отдыхать. Поэтому расплат, я говорю, что у Состепановой обязательно последует. И ведь она думала, что от российского посольства она тоже будет какие-то преференции получать. А нет, все, закончилось. И я вам более того скажу, что когда падет путинский режим, он обязательно падет. Это вопрос времени. Другой вопрос, что чем быстрее Путина уберут с его трона, тем лучше будет всем. И украинцам, и россиянам. И вот тогда, я думаю, что все вот эти пропагандоны получат сполна. То есть все вернется и Степановой, а вот тем, которые там Скобеева, Соловьев, им, конечно, еще раньше. А Степанова, причем она, знаете, не только сама будет расплачиваться. Будут расплачиваться и ее дочки, потому что она же их очень часто в кадр сует для антуража, да. Как-то они раньше не были ей особо нужны, эти дочурки. Она же вообще ими не занималась. В детстве она рассказывала, что она там скинула муженьку своим родственникам. То есть дочурки ей как-то особо не нужны были. Уже потом, когда они выросли, оформились вот эти вот Степаныши, она начала их совать для антуража в кадр. Вроде как психологу, да, для портфолио нормально. Что дети есть, муж есть. Галочку можно поставить, да, потому что я хороший психолог. И детишки ее, которые постоянно с ней светятся в видео, о, ребята, конечно, им заодно тоже попадет. Сто процентов. Сто процентов. Я тоже как-то заходил, вот к одной читал комментарии, и уже там пишут, что ты там, значит, твоя мамашка это самая Гитлер в юбке, что ты такая же тварь, и все, понимаете. Вот так вот. Так что поднасрала она и детям, тоже можно сказать. Но дети у нее взрослые, поэтому они сами знали, да, какая у них мамашка. То есть сами лезли в кадр, вот, пожалуйста, пожалуйста, получайте то, что заслужили. Ребятушки мои, давайте я посмотрю, пишите ли вы мне что-то по поводу, как я обещал, да, посмотреть донаты я хотел. Да, Марк Фигин получил от тебя еще один донат. Спасибо тебе большое. Ты пишешь, Корчевников разве гей? Да, Борис Корчевников гей, конечно же, но это гей-гомофоб, понимаете. То есть гей-гомофоб, это уже совсем кукушка слетает. Это кукушка слетает конкретно. И что происходит внутри человека, который сам является геем, но выступает против таких же людей, страшно только представить. То есть я вот не могу это представить, потому что я другой человек. Но это все отражается именно на его лице и на здоровье, конечно же. Это, в принципе, довольно-таки известная информация. То, что Корчевников гей, еще и религиозный, понимаешь, там вообще что-то непонятно в голове, что происходит. Так, от Катерины получил донат. Приятно вас слушать. Катерина, спасибо большое за поддержку. Очень приятно. Армине тоже получил донатик от тебя. Спасибо за твою поддержку. Так, получил также на PayPal. Мне пришли сообщение. Сейчас прочитаю. Так, буду теперь смотреть, что там, какие тексты есть на PayPal. Так, без сообщения пришло на PayPal сообщение. В смысле, донат от Анастасии. От Анастасии Степановой. Боже мой, не пугай. Мне уж страшно стало, что на меня домогается Степанова какая-то. Нет, это хорошая Степанова, которая мне прислала донат. Анастасия Степанова, я тебе благодарен. Ну, видишь, Степанова немножко тоже портит репутацию всем хорошим Степановым. Но, ребят, давайте не забывать, что вот есть такие хорошие Степановы, как Анастасия, который меня поддержал на PayPal, за что я благодарен. Ой, ребят, ну что, мне кажется, мы сегодня с вами хорошо посидели и поговорили. Я, правда, немножко устал, потому что час сорок шесть мы с вами, ребят, находились. Поэтому напоследок, пожалуйста, поставьте лайк, ребята. Буду ждать ваши комментарии непосредственно под этим роликом. Предлагайте своих героев, предлагайте темы для новых эфиров. Я все обязательно учту и подписывайтесь на мой второй канал на личные темы. Как я уже говорил, как только мы наберем первые пять тысяч подписчиков и мне утвердят включить монетизацию на том канале, мы проведем супер-пупер эфир на личные темы. Я буду уже активно отвечать на ваши сообщения в чате. Ну и как-нибудь, я думаю, мы и на этом канале проведем такой эфир, где я буду именно сидеть и читать ваши сообщения. Я благодарю вас за сегодняшний эфир. Спасибо вам за то, что вы были в компании со мной аж целых час 45 минут. Обнимаю вас крепко, берегите меня и друг друга и до встречи в новых видео на канале.